Я хочу еще в свою очередь передать большое спасибо журналистам Радио Свобода, которые в какой-то момент оказались единственным источником оперативной информации о том, что происходит в городе. Был такой момент, когда кроме Радио Свобода прямой в передачу «Стелого дома» не вел никто. Добрый вечер. Пожалуй, уже доброе утро. Пока здесь у нас очень тихо, спокойно. Передо мной открывается прекрасная панорама Москвы. Много людей на улице. Не слышно шума моторов, грохота гусениц. Мост через Москву-реку по-прежнему перекрыт. Также на месте баррикады, на месте люди. Под нами на крыше другого корпуса охрана здания. Словом, пока новости такие, например. Вот мы узнали только что, что в здании находятся, говорил Попов и Юрий Лужков. Они вместе здесь с защитниками здания. Я фактически с самого утра, 19 августа, попал в Белый дом. Ну, так тогда именовался Верховный Совет России, который стал оплотом сопротивления Паучу. И, в общем, было понятно, что как бы эта история не кончилась, Советский Союз уже не сможет существовать в том виде, в каком он существовал до этого времени. И я должен сказать, что вот это ощущение, оно было вызвано даже не самой попыткой смещения Горбачева, а скорее действиями путчистов, тем, что они фактически не сумели применить силу. Они не сумели ни применить армию, ни спецсредства, ни спецподразделения для того, чтобы разогнать Белый дом, который на тот момент, в общем и целом, фактически вынудил путчистов сложить оружие. Я помню растерянность 19 августа утром. В первый день путча я поехал в центр, на Тверскую, и там была полная пустота. Все как в самый обычный день. Я хотел сделать опрос для радио, что люди думают о ГКЧП. И первый человек, к которому я подошел, оказался корреспондентом греческой газеты, который пришел на Тверскую с той же целью и не мог найти собеседника. Так что общественное мнение появилось не сразу. В первый день путча, утро, было, конечно же, отвратительным. Когда мне сообщили о том, что произошло, и тут я не буду одинок, я бросился к телевизору, увидел Лебединое озеро, бросился к приемнику, включил свободу и понял, что происходит на самом деле. Сидеть дома и слушать бесконечно о том, как у меня и у моей семьи, знаете ли, кусочками так вот отрезают будущее, ножницами, да, с каждым километром приближающихся дивизий к Москве и каждым десятком метров приближающихся к Белому дому бронетранспортеров, у меня просто не было сил. Поэтому я решил выйти на улицу и посмотреть, что же происходит в городе. А жил я в городе Горьком, который сейчас называется Нижний Новгород, и жил я в автозаводском районе города Горького, это довольно далеко от центра, на другой стороне реки. И вот, выйдя из дома, я понял, что, ну, как бы ничего не произошло. Все происходит так, как оно обычно происходит вот летом, по крайней мере, 1991 года. Дети бегают, у них каникулы играют, на лавочках сидят старушки, судачат, ходят такие мрачные пьяницы, пытаясь найти несколько рублей на спиртное. Все, в общем, как обычно, и никаких разговоров о том, что происходит в Москве, нет. И я решил поехать в центр. Думаю, что, ну, раз уж в Москве в центре такие вещи происходят, то в городе Горьком должны такие вещи происходить. Я приехал в центр города, вышел на главную пешеходную улицу, тогда называлась улица Свердлова, Свердловка. И я был просто потрясен тем вакуумом, в котором я оказался. Сейчас я понимаю, что, наверное, на фоне того, что я слышал по радио, и то, что я передумал, вот вид улицы Свердлова пустой. Это был рабочий день, тем более лето, там людей почти не было. Он показался мне нарочито пустынным. Мне казалось, что люди от страха попрятались по домам, или они куда-то все собрались и уехали в знак протеста, или что угодно. Я зашел в Моссовет, там тоже было мало людей, никто не понимал, что происходит. Конечно, тут же появились всякие мрачные слухи, например, что Горбачев убит. Потом стали собираться люди, появилась бронетехника. Вот на этой фотографии я стою рядом с БТРами на Манежной площади. С самого начала во всем этом был изрядный элемент комизма, и чувствовалось, что все это несерьезно, особенно после пресс-конференции ГКЧП. На эту пресс-конференцию я прошел вообще без всяких аккредитаций. Просто сказал милиционеру с таким декоративным акцентом, я из американского посолства, и помахал красной книжечкой. И тогда продавались такие в подземных переходах с надписями, вроде «удостоверение агента КГБ». И меня тут же пропустили. Ну, представьте, что сейчас, значит, попасть на пресс-конференцию руководителей государства, Путина или Медведева, какие там проверки. А тогда было уже время распада. И после этой пресс-конференции стало ясно, что сшить эту распадающуюся ткань не удастся. Все сгнило. Я понял, что то, что меняет жизнь десятков, сотен, миллионов людей, на самом деле не обязательно должно происходить в каждой точке того пространства, где эти десятки, сотни миллионов людей живут. Что есть какие-то важные места, где... Не потому что это Москва. И бывают случаи, когда исторические события происходят не в столицах, а просто воля людей, в данном случае воля людей, которые хотели, точнее не хотели возвращения в прошлое, она заставила интерес, стремление, надежды, страхи, что угодно, стянуться к Москве и Ленинграду. Хотя ночью было тревожно. И, конечно, ходили всякие слухи об арестах. Не ночуете дома, вы уже в списках и так далее. Это сейчас Москва живет 24 часа в сутки, а тогда ночной жизни не было вообще. Все замирало. Практически ничего не двигалось. И выглядело это все довольно зловеще. Конечно, в первые дни после путча можно было сделать что угодно. Это был великий шанс революции. Мы надеялись, что будет как в Берлине, где в январе 89-го года толпа захватила штаб-квартиру штази. Народ собирался на Лубянке, когда сносили памятник Дзержинскому. Мы думали, что это будет пролог к штурму зданий КГБ. Я был там в этой толпе, которая ожидала штурма. Но тут приехал Ельцин, сказал, что ничего штурмовать не надо, объявил, что он назначил Бакатина руководителем КГБ. Ну и революционный костер погасил. Конечно, потом я узнал, что около здания Горьковского телецентра несколько десятков человек собрались и устроили митинг. И они протестовали против ГКЧП. Но это было все потом. Тогда на главной пешеходной улице центра города Горького все было без перемен. И я сейчас часто довольно думаю о том, насколько же безмятежным был, скажем, в Леоне день 14 июля 1789 года. Ощущение, что сломана советская система, коммунистическая, оно было очень таким оптимистичным. Оно открывало очень серьезные перспективы, виды на будущее. И в общем, я должен сказать, что и победа над путчистами и развал Советского Союза, они были такими отправными точками для надежды на то, что вот с этого момента начинается история нового, свободного, демократического государства. Я уверен, что две ошибки он сделал тогда эту на Лубянке и то, что не отпустил Чечню. И эти две первые ошибки породили ошибки следующие. И Кавказскую войну, и Путина, да и вообще не будь их, все бы сейчас шло совсем по-другому.